Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Стало известно о том, что шестиколесный ровер Perseveronus, находящийся на поверхности Марса, с помощью экспериментального компактного прибора в рамках эксперимента Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, МОЭКСАИ, сумел впервые извлечь кислород из атмосферы Красной планеты. По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, НАСАИ, США, это произошло 20 апреля, на 60-й день пребывания ровера на Марсе. Используемый для получения кислорода на Марсе аппарат МОЭКСАИ это лишь первый шаг к тому, чтобы сетавшийся еще недавно фантастикой стало действительностью. Выделение и хранение кислорода на поверхности Марса является одной из важнейших задач, которые необходимо решить для успешного освоения планеты. Технология МОЭКСАИ и лишь первый шаг в направлении, которая в конечном счете может привести к тому, что люди смогут выделять и хранить кислород прямо на Марсе. Это важный первый шаг в преобразовании углекислого газа в кислород на Марсе. У МОЭКСАИ есть над чем работать, но результаты этой демонстрации технологии многообещающие, поскольку мы приближаемся к нашей цели – однажды увидеть людей на Марсе. Кислород – это не только то, чем мы дышим. Он используется в ракетном топливе, и будущие исследователи будут зависеть от производства топлива на Марсе, чтобы иметь возможность вернуться домой, заявил Джим Рейтер, Джим Реутер – помощник администратора управления космических технологий, STDM, NASA. Реклама прокрутите ниже, чтобы продолжить чтение что касается самого эксперимента, то он начался с подготовки специального прибора, которая заняла около двух часов. После часа работы МОЭКСАИ было выработано 5,4 грамма кислорода, чего достаточно для жизнеобеспечения астронавта в течение примерно 10 минут. Специалисты подсчитали, что для взлета ракеты с четырьмя астронавтами с поверхности Марса потребуется 7 тонн ракетного топлива и 25 тонн кислорода. При этом для жизнеобеспечения астронавтов на поверхности Красной планеты будет достаточно 1 тонны кислорода. Доставка 25 тонн кислорода с Земли является сложнейшей задачей, поэтому ученые считают более оптимальной транспортировку на Марс крупного кислородного конвертера весом в 1 тонну. Такой аппарат мог бы вырабатывать кислород в достаточном количестве, поэтому его использование выглядит более целесообразным. Атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа. Принцип работы прибора, находящегося в составе американского марсохода, заключается в отделении атомов кислорода от молекул углекислого газа. В результате этого процесса в марсианскую атмосферу выбрасывается окись углерода. Стоит также отметить, что такой процесс преобразования требует поддержания температуры около 800С. Для этого блок MOXIE изготовлен из термостойких материалов, часть из которых напечатаны на 3D принтере и выполнены из никелевого сплава. Для удержания тепла также используется легкий аэрогель. На внешней стороне корпуса устройства имеется тонкое золотое покрытие, помогающее отражать инфракрасное тепло, удерживая его от выхода наружу и нанесения вреда другим частям ровера. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.